МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба азербайджанского телевидения. Мои коллеги и я, Туралу Руджев, представляем выпуск новостей. Добрый вечер. Президент Ильхам Алиев направил президенту государства Израиль Исхаку Герцогу поздравление по случаю национального праздника этой страны Дня Независимости. Поздравление говорится, что в основе успешно развивающихся межгосударственных отношений между Азербайджаном и Израилем лежит воля наших народов, исторически проживающих в условиях дружбы, взаимопонимания и уважения. Сегодня расширение охвата Азербайджана-израильских связей, активное сотрудничество наших стран в ряде важных областей вызывает удовлетворение. Несомненно, открытие в Тель-Авиве торгового и туристического представительства нашей страны несет вклад в развитие нашего сотрудничества, расширение контактов между людьми. Особо отметив участие израильских компаний в работах по восстановлению и реконструкции проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что существуют хорошие возможности для дальнейшего развития взаимодействия в области энергетики, высоких технологий, образования, военно-технических и других сферах. «Уверен, что мы и впредь приложим совместные усилия для расширения традиционных дружественных отношений между нашими странами, полного использования потенциала нашего сотрудничества в соответствии с интересами наших народов», говорится в поздравлении главы нашего государства. А вот телефонный разговор между президентом Ильхам Алиевым и президентом Турции Раджабом Таибом Адоганом находится в центре внимания средств массовой информации братской страны. Агентства «Анадолу», телеканалы ТРТ «Хабер», «Хабер Глобал», «Ахабер», «Сейнен Турк», газеты «Янишафек Милиэт», другие печатные издания, ведущие медиа страны распространили информацию о телефонном разговоре. В сообщениях были использованы видео и фото, прославляющие Азербайджанно-турецкое братство. Президенты поздравили друг друга с праздником Рамазан, передали наилучшие пожелания братским народам Азербайджана и Турции. Было отмечено, что президент Ильхам Алиев пригласил главу турецкого государства посетить с визитом Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято. Государственная забота о семье шахидов и инвалидах войны – это государственная политика Азербайджана и носит последовательный характер. Вчера на территории Сабучинского района Баку был сдан в эксплуатацию предназначенный для граждан этой категории новый жилой комплекс, состоящий из 12 девятиэтажных зданий и 576 квартир. Особое место среди приоритетов государства занимает решение социальных проблем семей шахидов и инвалидов войны, улучшение их жилищно-бытовых условий. Не случайно до сегодняшнего дня 12,5 тысяч семей шахидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами и индивидуальными домами, 7400 инвалидов войны – автомобилями. После Второй Карабахской войны можно сказать, что эта политика перешла в новую фазу. Так, за этот период в пять раз расширена жилищная программа. В 2021 году семьям шахидов и инвалидов войны предоставлено 3000, в поствоенный период – 3500 квартир. Также 93 тысячам человек из числа семей шахидов и участников войны было назначено 103 тысячи социальных выплат. 200 военнослужащих участников Отечественной войны, в целом 300 инвалидов войны обеспечены протезами последнего поколения, 1400 инвалидов войны, 17 тысячами реабилитационных средств, 5000 семей социально-психологическими, 1500 человек – реабилитационными услугами, 11 тысяч человек приручены к программам активной занятости. Единые координационные центры оказали услуги 30 тысячам человек. Конечно, мы стараемся и будем стараться решать бытовые проблемы всех семей шахидов. Это наш долг, мой долг как президента и долг нашего государства. На сегодняшний день семьям шахидов Первый и Второй Карабахской войны предоставлено более 12 тысяч квартир. Это, опять же, наш долг. Одним из факторов, обеспечивших войну, была национальная солидарность и единство, проявившееся в том числе и после войны в отношении к семьям шахидов и Гази. Не только государственные структуры, но и любой человек старается оказать семье шахида какую-то помощь в связи с занятостью. У нас было и много Гази. Более 10 тысяч раненых солдат и офицеров. Идет процесс их выздоровления. Для них уже организованы 200 протезов последней модели, и они вернулись к нормальной жизни. Государство должно и будет делать все, что положено. Таким образом, внимание и забота о семьях шахидов и инвалидов войны, являясь одним из важных составляющих концепции управления президента, находят свое отражение в последовательно принимаемых мерах. Весуал Мятляп, Сабина Алиева, Новости АСДВ. Тем временем, наш корреспондент Ровшан Ильяса побывал в жилом комплексе, ознакомился с условиями, созданными в комплексе и со школой номер 304 на территории поселка Кюрдаханы. Смотрим репортаж. На территории комплекса предусмотрены все условия для комфортабельной жизни новых жильцов, которые будут жить в возведенных 12-9-этажных зданиях. Построены детский сад на 100 мест и административное здание. Создана вся необходимая инфраструктура для эффективной организации досуга взрослых и детей. Данный жилой комплекс включает в себя 576 квартир. По состоянию на сегодняшний день 12 500 семей шахидов и ветеранов войны уже получили квартиры. Не случайно предоставление 200 квартир и 50 автомобилей семьям шахидов и инвалидам войны в священный праздник Рамазан. Гуманизм, особое внимание к семьям, нуждающимся в социальной заботе, приверженности исламским ценностям, являются важными составляющими концепции управления главы государства. У Магира остался сын, которого он толком и не увидел. Я очень горжусь своим супругом, и наш сын будет гордиться своим отцом. Благодарю руководству нашей страны за заботу о семьях героев шахидов. Мой брат с детства мечтал быть военным. После окончания военной академии с 2003 года проходил службу в одной из воинских частей. За время своей службы он многократно был представлен к различным наградам, удостоен медалей. Указом главы государства посмертно был представлен к трем медалям за проявленный героизм и мужество в боях на Физулинском направлении. Я очень благодарен президенту Ильхаму Алиеву за заботу о нас, семьях наших героев, ветеранах. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также приняли участие в открытии полной средней школы номер 304, построенной по инициативе фонда Гейдара Алиева в поселке Кюрдаханы столичного Сабунчинского района. Новое учебное заведение отвечает всем современным стандартам. Здесь созданы классные комнаты, кабинеты труда, военные подготовки, компьютерный зал, лаборатории, библиотеки, столовая и спортзал. Школа полностью оснащена необходимой мебелью и инвентарем. В поселке уже была одна школа, но она не вмещала всех детей. Поселок постоянно растет. Строительство такой большой школы очень своевременно. Созданы очень хорошие условия для обучения наших детей. Поселку нужна была новая школа. Здесь будут учиться наши дети в оборудованных современных классах, кабинетах. Созданы все условия для получения качественного образования. Строительство в поселке нового школьного здания можно считать продолжением проводимой работы по социально-экономическому развитию города Баку, окрестных сел и поселков. За последние четыре с половиной года в Сабунчинском районе были построены, капитально отремонтированы и расширены благодаря строительству дополнительных корпусов 13 школ. Полная средняя школа номер 304 в поселке Кюрдаханы является 14 по счету. Трехэтажное здание на 960 ученических мест оснащена самым современным оборудованием и готово принять первых своих учеников с началом нового учебного года. Ровшан Ильясов, Урфан Алиев, Эльшат Гейдаров, Новости АС-ТВ. Продолжаем наш выпуск. Позиции нашей армии подверглись обстрелу. Накануне вечером подразделения вооруженных сил Армении с позицией в направлении населенного пункта Юхары-Шарджа Басаркичарского района государственной границы с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии дислоцирован в направлении населенного пункта Зяэлик Кербайджарского района. Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава и техники нет. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна. Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений. Информацию распространило Министерство обороны. В Ереване на площади Франции продолжаются антиправительственные акции. В столкновениях между полицией и требующим отставки Пашиняна протестующими пострадало 23 человека с сотней задержанных. К сегодняшней акции присоединились в основном студенты Ереванского университета. Несмотря на то, что протестующим удалось перекрыть ряд центральных улиц и проспектов столицы, после вмешательства полиции движение транспорта было восстановлено. На нем протестующие прошли марш к зданию правительства. Для предотвращения проникновения их в здание полицейские отцепили территорию. По последней информации, число задержанных сегодня на протестной акции достигло 120. Член фракции Аястан Ишхан Сагителян объявил о проведении митинга на площади Франции в 19 часов по местному времени. Следует отметить, что основными организаторами демонстрации, начавшейся после заявления Никола Пашиняна о мирном договоре с Азербайджаном, являются члены партии фракции Дашанг Цитюн, Честь Семеев и Хаястан. Новость культуры. Баку в рамках международного неоджаза проходит цикл мероприятий. Международный центр Мугама до 4 мая будет радовать любителей джаза и музыки концертами и джемсейшенами. А на вечер памяти Рафика Бабаева, где также побывал и наш корреспондент Фарид Жабаров, вспоминали корифея азербайджанского джаза. Каждой весной во всем мире праздует Международный день Чаза, позднейший в конце 19-го, в начале 20-го века в США, как в стиле африканской и европейской культур. Он и посетительно остается уникальной формой музыкального искусства. Праздник был превзглашен на генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2012 года. Художественное новаторство, импровизация, традиционные музыкальные формы, новые жанры. Здесь есть все, чтобы собрать аншлаги людей, безгранично любящий джаз. Один из таких состоялся в Международном центре Мугама. Я когда была на голосе, Газманов сказал, что Азербайджан много талантливых людей, все профессионалы, все, кто поют, все, кто играет, все профессионалы. Азербайджанские исполнительные джазы являются участниками и победителями многих международных фестивалей и конкурсов. Некоторые из них также исполнители собственных произведений. Подготовка шла очень легко, очень весело, потому что мы, опять же, работаем вместе, знаем друг друга. И я очень надеюсь, что зрителю понравится моя композиция. Баку всегда любили и почитали джаз. Ежегодно джазовые концерты, проходящие в столице, стали уже неотъемлемой традицией. Уникальный музыкант, композитор, геонид высочайшего класса Рады Глобаев был одним из корифеев азербайджанского джаза. Сегодняшний вечер посвящен памяти мастера, который оставил яркий след истории азербайджанской музыки. Если человек, который занимается творчеством, опирается сознательно, подчеркиваю, или бессознательно, опирается на своё внутреннее состояние, то это обязательно, само собой, это использование некой генетической памяти. И не может быть не национально. С событием вечера стала появившаяся спустя многие годы теряная раннюю аудиозапись Рафика Бабаева. Музыку Рафика Булиева, который исполнял Рафат Кишин. То есть это был уникальный человек. Я хочу поблагодарить всех организаторов, Министерства культуры, Туран Мамедалиеву, благодаря которой состоялся вообще и этот вечер, и целый ряд мероприятий, посвященных джазовой музыке в Азербайджане. Имя Рафика Бабаева вписано золотыми буквами в историю джазовой музыки. И пока она живёт, о корифея азербайджанского джаза будут всегда вспоминать. Фарик Джабаров, Натик Мамедов, Тофик Агаев, Шаиньки Азимзаде, Новости АС-ТВ. 5 тысяч морских раковин с 300 и даже 400-летней давности собранных в одном месте. Среди них есть и тяжеловесы по 20 килограммов. Как и кем собиралась эта экзотичная коллекция, и где можно с ней ознакомиться, расскажет Фидан Бабаева. Музей морских раковин. Здесь представлены экспонаты, собранные за 20 лет. Владелец коллекции Кимандар Насибов говорит, что приобрёл свой первый экспонат ради интереса. Сегодня в его коллекции насчитывается свыше 5 тысяч морских раковин. Они собирались у берегов Японии, Индонезии, Таиланда, Сингапура, Филиппин и Америки. Как-то я посмотрел первую версию художественного фильма «Человек-амфибия». Там есть такой эпизод, где продают морские раковины. Когда спустя годы я увидел похожие ракушки, то решил их купить. Продавец мне сказал, что они очень редкие и дорогие. В коллекции Кимандары Насибова есть ракушки любых размеров. Некоторым из них 3-4 века. Среди экспонатов можно встретить и такие, которые весят до 20 килограмм. В музее, напоминающий дно океана, имеются настолько маленькие морские раковины, что их можно увидеть только под лупой. По словам моего собеседника, ввоз морских раковин в страну обходится дороже их номинальной стоимости. К примеру, те, которые стоили 300-400 долларов, сегодня продают за 2,5-3 тысячи. Но есть и такие страны, из которых вывоз ракушек запрещен. Это уже раковины, находящиеся на стадии окаменения. К примеру, раковина Наутилуса Пантилья уже перешла в стадию камня. То есть, разрез совпадает с формой моллюска, который находится внутри раковины. Кстати, есть мнение, что когда ракушку подносят к уху, то можно услышать шум моря или океана. На самом же деле, это не так. Внутри ракушки, в этих волнах, слышен звук движения воздуха. Существуют также книги по классификации морских раковин. И эти каталоги считаются редкой находкой. В музее также имеется более 100 каталогов морских раковин. Как видно по ним, они относятся к началу 1800-х годов. В этих книгах можно найти всю информацию по поводу морских раковин, а также моллюсиков. Командар Насибов на этом не останавливается и обещает продолжать выполнять свою чудесную коллекцию. Он полагает, что в будущем это место может вызвать интерес у общественности, а также стать паломничеством для туристов, как открытый музей. Федан Бабаева, Фергат Гулиев, Новости АС-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова